В последний раз генеральный план Ульяновска, основной документ территориального планирования города, обновлялся 13 лет назад. Как правило, его принимают на 25 лет. Однако, как было сказано на совещании Министерства строительства и архитектуры, действующий генплан уже сегодня никого не устраивает. Ни городскую власть, ни застройщиков, ни населения. Каждую неделю практически поступает обращение в управление архитектурой о том, чтобы изменить там, там или там генеральный план. Потому что необходимо строиться, необходимо развиваться жилищным строительством. Учитывая, что жилищное строительство у нас сейчас замечательно развивается, комплексно, мы приняли решение вносить изменения в генеральный план. Не вносить изменения в генеральный план, а менять генеральный план. И менять правила зелепользования застройки города Ульяновска. Как отметил Сергей Мишин, на эти цели уже предусмотрены денежные средства в бюджете муниципального образования. Запланированы деньги и в бюджетах следующих двух лет. По словам первого заместителя главы города, в последний раз генплан был принят интересно. Когда не учитывалась и вся существующая застройка, и реки у нас по генеральному плану 2007 года текут спять. И русские реки Суяги у нас замечательные, проходят в десятки километров от того, где она сейчас проходит. Вот такой кардинальный генеральный план. И развязки у нас, дорог находятся не там, где мы планируем сейчас их строить. Руководитель управления архитектурой и градостроительства Ульяновска Наталья Гордеева привела примеры несоответствия фактического состояния города действующему к генеральному плану. Обратите внимание, в районе Куликовка у нас сложилось индивидуальное жилищное строительство. По генеральному плану сейчас находится стадион. Что касается для граждан, вы прекрасно понимаете последствия. Это невозможно реконструировать свой объект, свой индивидуальный жилой дом, невозможно снести, построить новый, пока мы не приведем в соответствии с документами директорного плана. На действующем генеральном плане, как было сказано в совещании, не отражены границы некоторых населенных пунктов, которые присоединены к городскому округу Ульяновск. К примеру, таких, как Аненково и Кувшиновка. Нет в генеральном плане решения на перспективу по использованию новых территорий. Так, завод УКСМ, где много лет нет производства, в генеральном плане по-прежнему находится в санитарно-защитной зоне. Чтобы развивать эту территорию, необходимо решить вопрос о снятии там запрета на строительство. По словам руководителя управления архитектурой и градостроительства, техническое задание, документ, в котором фиксируются требования к проекту генплана, практически готово. Оно будет направлено для рассмотрения в градостроительный совет, союз архитекторов, артсовет, чтобы учесть мнение профессионалов. В апреле техническое задание подадут на конкурсную процедуру, после чего станет известно, кто будет проектировать генеральный план Ульяновска. Новый генеральный план будет представлен не только профессиональному сообществу, но и будет обсуждаться с общественностью, прежде чем его примут. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ.